всем привет сегодня очередной урок по sdl по библии по использованию библиотеки sdl все уроки взятые вот отсюда вам но в некоторых уроках будет встречаться от себя тина не во всех но в каких-то будет соответственно ну где-то возможно чуть чуть больше покажу вот поэтому поэтому но основа то есть я иду по этим темам и если в теме указана к примеру сегодня урок 12 модуляция цвета то вот она будет рассмотрена соответственно соответственно я не буду отступать от автора этого всего так вот кому не интересно смотреть моем мои лекции ну точнее такие можно сказать пересказы то смело переходите на этот сайт и все смотрите лайкайте подписывайтесь все такое вот так вот сегодня урок 12 и в уроке 12 у нас модуляция цвета ну что это такое вкратце вкратце это просто смешивание цветов то есть вот такую картинку я тоже взял вот у автора этих уроков и соответственно они будут смешиваться и как это все выглядит ну что тут нового нового на самом деле из предыдущих если взять предыдущие уроки то в принципе нового только 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 одна функция вот она sdl set текстур color мод то есть мы сначала загружаем текстуру то есть это все я думаю вам уже знакомо по предыдущим уроком здесь ничего нового не добавила здесь у нас загружается текстура используется библиотека sdl image вот она вот она прилинкован а дальше то есть вот загружается с файла текстура мы узнаем ширину там высоту и все такое и дальше дальше рисуем ее мы ее рисуем но вот новое это у sdl текст сет текстур color мод что она делает давайте сначала в нас перейдем в справку в справке написано использовать эту функцию для установки дополнительных там каких-то значений цвета вот ну и дело в том что здесь по-хорошему по-хорошему должен был бы быть пример и он есть даже не пример а формула смотрите что здесь написано это короче формула как высчитывается на отрисовка ну отображение этой текстуры то есть берется но по пиксель на к примеру и берется текущий цвет пикселя и умножается на color что такое color то есть это по каналам идет вот здесь мы устанавливаем с этих стул текстур корр color мод то есть это непосредственно текстуру который применяется и устанавливаем значение каналов rgb соответственно вот здесь будет выбрана нужный канал то есть установлен канал и к примеру вот здесь 64 если пиксель был 255 примеру какой-то то соответственно вот здесь 255 было бы умножить на если по красному каналу по r то это было бы 64 делим на 255 короче в результате что-то у нас там получается смотрите вот 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 здесь еще новая ну как новая для этого урока были добавлены обработка нажатий клавиш соответственно по qw и мы увеличиваем rgb каналы а по трем кнопкам сниже и сиди уменьшаем те же значения теперь установлено давайте посмотрим давайте установим в 0 0 вот так вот 0 0 0 то есть смотрите сейчас у нас вот это вот картиночка цвета будут установлены в 0 0 0 0 давайте попробуем запустить и посмотрим что увидели что получится что получилось 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 везде черный цвет а почему черный цвет а потому что потому что следуя этой формуле у нас был какой-то текущий цвет пиксель дальше по всем каналам у нас установлена 0 соответственно 0 разделить на 255 было что 0 и неважно что умножить на 0 было 0 соответственно вот такой у цвет теперь давайте установим начальное значение rgb давайте канал 250 r по ну красный канал установим 255 я же смотрели и здесь и здесь красненькое а почему красненькое ведь здесь должно быть беленько эту красненькое красненькое так и осталось а это осталось тоже красненьким а вот здесь вообще черный ну давайте посмотрим вот здесь или давайте вот синий посмотрю на что у нас такой синий rgb blue это значит 0 0 255 к примеру у нас идет отрисовка 255 мы знаем по каналу по каналу blue 255 давайте посмотрим где тут эта формула где она тут давайте по всем трем каналам посмотрим что у нас должно получиться но там где у нас синяя да и так 255 давайте это мы установим r сейчас тоже самое посчитаем для всех трех каналов rgb теперь смотрим по r канал r у нас установлен 255 знаешь вот здесь 255 а там где у нас синенькая у нас же там текущий цвет 00 только блюдо теперь давайте так 255 250 а не менее вот 00 короче вот что получается вот смотрите мы устанавливаем модуляцию цвета rgb 255 00 дальше когда рисуется область где у нас синеньким да где у нас по r и же по нулям только б только blue 255 то вот во что превращается эта формула здесь будет 0 здесь будет 0 и здесь будет 0 поэтому везде там черный свет там где рисуется у нас красненькая до его давать 255 то что у нас получится 255 разделить на 255 будет 1 и умножить на 255 будет 1 теперь давайте там где у нас беленькая беленькая это у нас все по 255 здесь же по нулям установлен здесь тоже 00 и что у нас получается почему красненьким то потому что остается после а всех вычислений а вот только красный канал рид channel вот же и б тоже по нулям поэтому у нас у нас у нас мы видим что у нас там где беленькая остается красненьким когда мне красненькая остается красный теперь давайте поменяем канал и вот я нажимаю q и у нас увеличивается красный канал нажимая w у нас увеличивается зеленый вот нажимаю и и ну и у нас увеличивается синий вот как вы видите на с помощью модуляции цвета можно я думаю достичь каких-то интересных эффектов в ваших играх или ваших приложениях то есть иметь какую-то картинку и в какой-то момент просто какие-то цвета убирать либо немного видоизменять здесь увеличивается уменьшается на 32 но вы можете на меньшее значение поэтому можете поиграться можете поиграться с какими-то картинками которые насыщены разными цветами и возможно у вас получится вот такое часто бывает случайно получается очень красивый какой-то эффект вот ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока